Продолжение следует... 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 начинать наше похоронное служение. И прежде чем мы начнем его, я хотел бы предложить всем вам, давайте мы встанем на ноги. И мы поклонимся нашему Господу. Наш дорогой Небесный Отец, ты на этом месте, Духом Святым, ты наш Бог, ты наша надежда, ты наша сила, ты единственный, который даешь утешение, ты единственный, к которому мы можем прийти, и который не отвергает никого, приходящего к Тебе. Мы благодарны за Иисуса Христа, Твоего Сына, Которого ты пожертвовал, чтобы всякий верующий в Тебя, Он не погиб, но имел жизнь вечную. Ты силой Духа Святого сейчас здесь с нами, и во имя Твоего Сына, и во имя Твоего Сына, я прошу Тебя, Отец, утешь родителей, братья и сестер, всех родственников, которые Господь, пришли проститься с телом, братом, сыном, во имя Иисуса Христа, Дух Святой наполни обильное это место, Твоей благодатью, потому что Ты наш Бог, Ты наш Бог, Ты всегда с нами, Ты никогда не оставлял нас, Ты никогда не забыл, Ты все в Твоих планах, потому что Ты Бог. Мы славим Тебя за это и благодарим Тебя. Наш добрый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Займите Ваши места. Я хочу выразить искреннее соболезнование родителям, братьям и сестрам, и мы вместе с Вами пришли на это место сегодня. И мы вместе с Вами скорбим об утрате Евгения. Но я знаю то, что нам говорит Слово Божье. Но я знаю, что Слово Божье говорит нам в любой ситуации нашей жизни и кажется, может быть, эта ситуация безнадежна и как бы не может быть, кажется, что ситуация бывает безвыходной. Но иногда, это кажется, как будто нет, но она никогда не может быть безвыходной для тех, которые упывают на Господа. Но для тех, которые ждут и ждут на Бога, всегда есть возможность и я хочу сказать вам, как родителям, братьям и сестрам, мы не должны были собраться здесь сегодня. План жизни для Евгения еще не закончился. The plan for our brother Eugene was not over with. God had way different plans for his life. Бог для его жизни имел план, имел план. God had different plans. Намного лучше, намного больше. Better plans. Bigger plans. Потому что он есть Бог. Because he is God. И Бог задает вопрос и говорит. And God asks us a question and he says, зачем тебе уходить из земли преждевременно? He says, what is it for you to leave this world early? Why? Why? He says, why are you permitting your parents to bury your body? Это твое решение. This is your decision. У Бога было свое решение. God has his decision. Но Бог насильно никого, ничто не делает. Но мы знаем одно, что Бог есть Бог надежды. И Бог есть Бог силы. И Бог есть Бог могущественный. И то, что нам не вкладывается в наш разум. Бог держит все под своим контролем. У Бога ничего не происходит случайно. Бога ничто не ставит в тупик. Бог наперед знает всю твою жизнь. Бог приходит к тебе ночью и пробуждает тебя. Бог говорит с тобою, даже когда ты не хочешь слышать. Потому что Он есть Бог. И Он протягивает свою руку к тебе. И это рука она в ранах. Там раны гвоздей. И Он говорит, это для тебя. Это за тебя. И Бог есть Бог большой милости. И Бог есть Бог большой силы. Мы знаем, когда Он висел на Голгофском кресте. И один человек, который висел с правой стороны, Он сказал просто слова «Помяни меня в Царстве Твоем». Это все доброе, что было в жизни этого человека. Больше абсолютно ничего хорошего. Для нас это непонятно. Для многих это непонятно. Мы не знаем планов Божьих. только Он определяет судьбу человека. Только Он знает. И мы Ему доверяем. Вы знаете, для меня произошел один такой непонятный случай. Я его уже рассказывал. Один мой родственник, он женился, он был из неверующей семьи. И пришел в церковь и покаялся. Его отец никогда не знал о Господе. И этот сын, мой один из родственников, приехал в Америку. И в то время я улетел с Америки в Украину. И он звонит ко мне и говорит «Толик, пожалуйста, поедь к моему отцу». Он умирает. Может, Бог, Бог явит ему милость и дарует ему спасение. Но он лежит уже парализованным. И несколько недель уже не движется. И несколько недель уже не разговаривает. Он неподвижно лежит в кровати. Когда я ехал к нему домой, и я молился Господу, и я говорил «Отец Небесный, если ты этому человеку даруешь спасение, открой ему уста, чтобы он мог разговаривать». Я позвонил в дверь, и вышли его дочери. Я говорю, я хотел бы поговорить с дядей Борей. они мне говорят «Он ведь не разговаривает». Он лежит парализованный. Я говорю, я все равно хотел бы его увидеть. И вы знаете, когда я зашел к нему в комнату, он мне совершенно чисто, совершенно без всяких запинаний. Говорит «Здравствуй, Толик». они были просто шокированы. Но для меня это было нормально, я не видел его, что он не разговаривает. Но человек, который всю жизнь был алкоголиком, который делал самогонку и продавал ее, который никогда не знал о Боге, но по молитве сына, который уверовал, Бог уже начал делать с ним свою работу. Друзья, мы должны понять, насколько сильно молитва. Насколько Бог слышит каждую вашу молитву, которой вы молитесь. И Библия настолько четко нам говорит, все, что не попросите в молитве с верою, будет вам. Вы слышите, все, что не попросите в молитве с верою, это обетование Бога, которое Бог дает тебе сегодня. Все, что ты не попросишь. И этот сын просил о спасении своего отца. Я зашел к нему в комнату и говорю, дядь Борь, я вас не буду больше обманывать. Вы уже не выживете. Вы не пойдете уже на рыбалку. Знаете, как многие приходят и говорят, не переживай, все будет хорошо. Я говорю, я вас обманывать не буду. Вы стоите на пороге смерти. но у вас есть еще момент принять Иисуса Христа Господом. Покаяться за свою прожитую жизнь. Молиться и Богу. И Он своей милости примет вас в свое вечное царство. Вы пойдете в рай. И по Своей милости Он получит вас в Если вы это не сделаете, я говорю, придут демоны и бесы, и они заберут вас в ад. И я задаю ему вопрос. Я говорю ему, Дядь Борь, вы хотите покаяться? Но прежде чем я пришел, Бог уже делал с ним свою работу. И Он говорит мне Толик, хочу и побыстрее. И он смотрит на балконную дверь. И его лицо становится белым, как этот гроб. Бог открыл ему духовный мир. И он увидел демонов и бесов, которые стояли, ожидая его забрать. И он говорит, Толик, они уже приходили. И мы начали с ним молиться и каяться. Я ему говорю, повторяйте за мной молитву покаяния. И мы молились, говорим, Господь, прости меня за эту напрасно прожитую жизнь. И мы говорим, Господь, извините за эту жизнь, была в пыре. жертву Сына Твоего Иисуса Христа. Я принимаю Твою святую кровь, обмой меня, освящи меня и очисть меня. И мы помолились, говорю, аминь. И я стою, и для меня это так непонятно. И меня посещает мысль, и что это человек уже в Царстве Божьем. И я имею это 思い что приходит мне и что ты думаешь это уже в heaven? Он даже о тебе Господь не знает ни одного стишка с Библии. Он никогда в церкви не был. И думаю, Господь, неужели это ты его уже принимаешь? И я говорю, дядь Борь, давайте на всякий случай еще раз. И мы начали молиться еще раз. Я говорю, Господь, это так сложно, давай еще раз, Господь. Но я говорю, Господь, я знаю, что ты принимаешь его. И вы знаете, после того, как мы помолились, после того, как мы помолились, заходят его родственники, и заходит его еще один собутыльник, с которым он постоянно и этот дядь Боря лежит и говорит, ой, так пивка хочется. И я стою и думаю, Господь, если ты его приготовил, забирай его. Но Бог показал мне свидетельство, что он в реальности принял этого человека. Этот его друг говорит, я сейчас организую. и побежал в ларек купить бутылку пива. Я ушел, и я так в молитве говорю, Господь, пожалуйста, забери его, когда он, забери его уже. И я ушел, не знал последующих событий, которые там произошли. И на следующий день, уже было похоронное, такое предпохоронное, собрались родственники. И я пришел, он уже лежал в гробу. Я пришел вместе со своей женой. И этот человек, который сказал, я сейчас организую, встает и говорит свидетельство. И он говорит, представляете, я не смог исполнить последней воли умирающего. И он говорит, can you believe it, I couldn't fulfill the desire, the last desire of a dying man. И я смотрю, он уже умирает. И говорит, Боря, подожди, сейчас бегаю за стаканом. И he said, hold on, Uncle boy, I'm going get a cup. And when he came back to with the cup to pour this beer into this I seen that this bottle of beer fell on the ground. And all the beer, all the alcohol was poured out onto the floor. In the bottle was not left one drop. Знаете, если бутылка упадет, все равно останется хотя бы третья часть алкоголя. Но осталось совершенно ничего. И он говорит, я даже не смог исполнить последней воли умирающего. There was nothing left in there and he said, I could not even fulfill the desire of a dying man. But that testimony was to me, to his children, that God came to save sinners. God пришел спасти грешников. And God came to save sinners. And He knows how to save sinners. And He knows how to do it. He knows how to do it. And He knows, how to make it happen. Because He is God. So I want to tell you, brother Vladimir, sister Valentina, your prayers are not in vain. Because you gave all your children into the hands of the Holy God. He is God. You are not in the condition of Jesus Christ. only God can save you. And I'm going to read to you from the Bible. It is in Isaiah chapter 54. And this is the foundation that we can stand. Это то обетование, на которое вы можете сказать, Сатана, ни одного ребенка моего ты не заберешь. And this is the foundation that you can say, Satan, Satan, you know, you can't take my kids, because all of my kids belong to the Lord. And so in Isaiah, 54-13, it says this, И все сыновья твои, И он подчеркивает, все сыновья твои, они все будут научены Господом. И великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою. И далека будешь от угнетения. Потому что тебе бояться нечего. И от ужаса. Потому что он не приблизится к тебе. И только по одной причине. Потому что мы верим живому Богу. Давайте мы встанем для молитвы. Дорогой наш Небесный Отец, мы в Твоем присутствии. Мы в присутствии Твоей славы. Мы в присутствии Твоей силы. Благодатью Своей и Ты на этом месте. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Отец Небесный. Мы в Твоем присутствии. Мы благодарны Тебе. Потому что Твоя сила. Она наполняет нас. Она внутри нас. Она ведет нас. Твой Святой Дух, Он утешает нас. Твой Святой Дух дает надежду там, где не может ее быть. Потому что Ты сказал в Слове Твоем. Утешайся Господом. Утешайся Господом. Утешайся Господом. Мир не утешит тебя. Мысли твои не утешат тебя. Единственное утешение, которое ты можешь иметь сегодня, это Божья благодать. Это Божья рука. Это Божья сила. Потому что Бог силой Своей. Он дал обетования Твои, Твои Тебе. И мы благодарны Тебе. Потому что Ты есть наш Бог. Мы Тебя очень любим. Но Ты возлюбил нас больше. Потому что Твоя любовь, это Она нашла нас. Это Твоя сила. И Твоя благодать. И только Твоей благодатью и по Твоей милости мы придем в Твое присутствие. Я прошу Тебя, благослови всех родственников. Утешь Ты сердца. Мы не знаем, как это сделать. Мы не знаем, как это работает. Но я знаю, что у Тебя есть сила утешения. У Тебя есть благодать. У Тебя есть помощь. Слава Тебе, наш Бог, Великий Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Займите Ваши места. Сейчас у нас будет маленькая программка, где будут участвовать близкие, братья, сестры, племянники, друзья. Мы послушаем любимую песню, которую любил слушать Евгений. Я разговаривал с мамой. Мама говорит, он так любил Господа. Но грех так сильно держал его. Его сердце вопияло к Богу. Он молился и сказал, Господь, Господь, освободи меня. В его комнате были все везде написаны места Писания. Мама говорит, он мог закрываться и сидеть часами, читать Слово Божье и молиться. Для нас многие вещи непонятны. Но Бог видит сердце каждого из нас. Потому что Он есть Бог. Сейчас сестра, Алина, племянница, она споет песню. И пусть Господь всех вас благословит. И пусть Господь утешит. Будьте благословены. Будьте благословены. Будьте благословены. Будьте благословены. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Well, God just took someone that I know So I'll hold you as long as I can Longing for the day when I see your face again But until then God must need another angel Around the throne tonight Your love lives on inside of me and I will hold on tight It's not my place to question only God knows why I'm just jealous of the angels around the throne tonight Hallelujah 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 I'm just jealous of the angels Around the throne tonight Thank you His sister, Emma, is going to speak about the story of his life Thank you all for coming here Eugene Karate was born on the 10th of April 1979 In Russia In the name of Astrach In the name of Astrach In the family that had 13 children Three sisters and 10 brothers Three sisters and 10 brothers In 1990 All the family came to America He was a very obedient He was a very obedient A calm And a good man When he was young God baptized him with the Holy Spirit He loved to play And he loved to play And he loved to play the piano And guitar And accordion And accordion And he loved to sing And he loved to play poker Oh My apology He loved God He loved to read the Bible He loved to read the Bible And he spent a lot of time reading the Bible And he loved to pray a lot in tongues And he never got offended If somebody offended him He was the first one To go make things right And he always told people That he loved them Especially those of his household Whenever he got a chance He tried to tell people About the Lord And it doesn't matter What nationality If he seen somebody That was in need He would just take off his clothes And change it with him And a lot of times He would make food And go and go and feed people And tell them about the Lord При всех его положительных поступках And all of his good attributes He had one that was not the best And he would fall at times And stumble But in the midst of all this He would always proclaim That Jesus Christ was God And that he was a savior And he desired that the day would come That he would see him face to face And he would tell us And he would tell us Not to fall Not to get discouraged And he would tell us That we would soon be With the Lord in heaven And we never heard him say anything Against the Lord Or be mad at God But he always believed in the Bible Like a very naïve child And he received every word To his heart And he would proclaim The blood of Jesus every day And he always tried to give us hope And to trust in the Lord That everything was in his hands And that God was in control of everything His room has pictures And verses of the Bible all over And his favorite verses That he would pronounce and speak Is that he who dwells Under the shadow of the Almighty And who do I turn my eyes to Those to heaven And he believed in the word Of the Bible That everyone that calls upon The name of the Lord Shall be saved Amen And we're going to listen We're going to listen to this song That he loved so much And that he used to always listen to And every time He would listen to this And we're going to listen to this And we're going to listen to this And my name is And the word is Песёт откровение, и слово её, моё вдохновение, Душа вновь зовёт, умоляет и просит Творца. Не умолкай, говори со мной больше, Нет слов для меня, на свете дороже. Душу мою напитай твоим хлебом, И духа лелей, сердце излей, славам жизни твоей. В мире так много пустых философий, Но льдинки души, они не растопят. Только одна остаётся надежда, К слову Творца преклонить своё сердце. Словно маяк из крайней вселенной, Его благодать путь укажет спасенью, Когда слово больше так ищет и просит душа. Не умолкай, говори со мной больше, Нет слов для меня, на свете дороже. Душу мою напитай твоим хлебом, И духа лелей, сердце излей, Словом жизни твоей. Говори со мной больше, Не умолкай. Говори со мной, Боже Словно маяк бескрайней вселенной Его благодать путь укажет спасению Когда слово Божье так ищет и просит душа Не умолкай, Говори со мной, Боже Нет слов для меня, На свете дороже Душу мою напитай твоим хлебом И духа велей, Сердце излей Не умолкай, Говори со мной, Боже Нет слов для меня, На свете дороже Душу мою напитай твоим хлебом И духа велей, Сердце излей Словом жизни твоей А сейчас племянница Ангелина Она прочитает стихотворение И после нее самый старший брат, Алекс Он скажет свидетельство о братьях Прощай, мой брат Ты ныне покинул этот мир Боль смерть нас разлучила, Но дух у нас един Зачем скорбить и плакать, Печалиться, страдать Душа там вечно может С Иисусом пребывать Прощай, мы знаем, что ты жил для Христа Ты одержал победу, Мы рады за тебя Ты не страшился смерти И молитвой Бога ждал И ангелы подняли тебя В небесный храм Прощай, прощай До встречи стране блаженной Там смерть уж не влезтина Нас разлучить с тобой Прожил ты жизнь земную В битве устоял Ты одержал победу Награда ждет тебя Прощай, прощай Окончен навеки труд земной Тебе сияет утро Там после тьмы ночной Твоя душа ликует Узривший ли Христа И с ангельскими хваленьем Сольется песнь твоя До встречи сын, брат и дядя Я буду коротко говорить Я хочу засвидетельствовать за Женю То, что он был очень добрый человек Всегда, когда меня видел, спрашивал, как у меня дела Всегда благословил меня Да, и передавал привет моей жене Благословил моих детей Я никогда не стеснялся на комплименты Это просто Мне бы половина так бы Как Бог И вот как-то я к отцу приезжал Незадолго до смерти его Ну и там привез кое-что на стол И спрашивал отца, а где Женя Он говорит, в комнате у себя Я пошел к нему в комнату Он там пел, а он очень любил петь Складывал свое постерное белье И я его говорю, Женя, пойдем Я на стол привез там Посидим Он мне сказал, что я не голодный Я уже как бы поел, но я подойду к вам И я сказал, ну хорошо, приходи И когда я пошел, вот это его была привычка И он крикал мне в след Саша Я сказал, что? Он говорит, я люблю тебя И я развернулся, пришел к нему в комнату И я turned around И went back in the room Обнял его и сказал, Женя, я тебя тоже люблю И я hugged him И я said, Eugene, I love you too Он на плечом я так лид И заплакал И он на плече меня так лид 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 И еще много таких моментов всех не перескажешь Я хотел написать на листке Но это очень много на что я помню И you know, а lot of these moments That we had, I wanted to write it all down But there's a lot И когда я услыхал о его смерти Я жене позвонилась И вот это мне первое было Хотя половина его доброты And you know, when When I heard about his death I called my wife And that was the first thing That I wanted to do And I said, if only I had Half of his goodness in me And you know, and the fact that he's singing That he would play, you know The piano and the accordion And I would say very loud And you know, and he was very loud And one time we were sitting with my father In the kitchen And somebody was saying something loud And I thought Maybe something happened over there And my father said That's huge And he's praying I thought I got up I thought maybe something Would have happened This is kind of strange Я прислушался Подошел к двери И прислушался And I And I came to the door And I began to listen И он как бы просил Бога о помощи And he was He was calling upon the Lord For help He always had this And you see, I didn't I didn't even pray this This loud That's how I remember Every time you see me You say, how am I doing And I would ask about my family My kids And always say a compliment Thank you all Thank you 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 И вот эта вот песня, что я играла, я бы сказал, я бы даже такое ощущение, как будто это он написал. Все, что там говорится, а я эту песню тоже люблю, она меня постоянно, я тоже постоянно крутил. И я говорю, пап, смотри, какая классная песня. Он мне говорит, сынок, я ее здесь слушаю день и ночь. То убирается, то готовит, а она на всю хату у них там сидит. And he says, whether he's doing something, it's playing full blast in the house. Спасибо, друзья. Thank you, friends. And right now, the uncle will send a song, Georgi. Georgi. И так. И вот. И. 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 Продолжение следует... Приветствую вас, друзья! Коля сейчас говорил, простите за эмоции. Мне кажется, в такой ситуации эмоции как раз уместно. Я дядя Евгении Владимировичу сегодня можно уже назвать и так, потому что его в жизни не называли так. Но один раз можно сегодня, прощальный такой. Сын Владимира Каратеева. Конечно же, мамин сын. Он очень помогал всегда маме. Я не буду говорить ничего, потому что уже много сказано. Одно только скажу. На самом деле, характер у него был мягкий. И то, что он о Боге всегда говорил, вспоминал, это правда. Я спою песни. Знаю, в таких ситуациях тяжеловато петь, особенно когда касается родственников. Постараюсь спеть. Но это уже, конечно же, для нас. Сын Владимирович. Так, к сожалению, порой и бывает, Ко гробу мы несем цветы. И в своей жалобной прощальной речи Несем признание большой любви. А ведь все это нам при жизни делать надо. Пока еще мы на пути. Друг друга понимать, вмещать и радовать. Дарить и ласку, и цветы. А там, на кладбище у гроба, Им не нужны наши цветы. Как часто бывает у нас, Что мы, не заботясь о днях, Бежим и спешим в суете, И брата не видим в беде. Но даже бывает и так, Заранее знаем, что брат Ждет милость и помощь от нас. Мы глухи и немы тот час. Дарите при жизни цветы Любимым, друзьям и родным, На кладбище им не нужны Красивые ваши цветы. Дарите при жизни цветы Дарите при жизни цветы Любимым, друзьям и родным, На кладбище им не нужны Красивые ваши цветы. Сказать я хочу как себе, Так близким друзьям и родным. Давайте любить от души, Пока мы еще на пути. И если случится вдруг так, Вот в вечность уходит наш брат, То в сердце себя не судя, До встречи мы скажем любя. Дарите при жизни цветы Любимым, друзьям и родным, На кладбище им не нужны Красивые ваши цветы. Дарите при жизни цветы Любимым, друзьям и родным, Любимым, друзьям и родным, На кладбище им не нужны Красивые ваши цветы. Дарите при жизни цветы Не ценим, а потеряем, плачем. Дарите при жизни цветы Дарите при жизни цветы Любимым, друзьям и родным, На кладбище им не нужны На кладбище им не нужны Красивые ваши цветы. Дарите при жизни цветы Дарите при жизни цветы Любимым, друзьям и родным, На кладбище им не нужны Красивые ваши цветы. А сейчас Игорь Серпевский, это друг семьи. Он свидетельствует. Добрый вечер всем, всех приветствую В этот особый день, незапланированный Я вспоминаю дед Володь как мы в маленькую баню запирались все вместе Дед Володя приезжал вместе со своим табором пацанов И все мы забивались там Не могли все вместе залезть И вот так вот один выходит, мёрзнет пока другие сидят Но дед Володя всегда занимал полбани Место So I remember we used to go to the sauna, you know, and we all go up in there and, yeah, that was kind of complicated to explain. And I want to say this day that we are in, we wasn't ready for this. And, you know, this pain comes at the time when you do not expect it. And you're going to remember Eugene. He went already before us. And these testimonies, you know, they're from the heart. And they're from the heart of the parents and the friends. And, you know, I want to tell you that if you're crying at a memorial service, it's okay. But, you know, when I came here, I seen brothers that were smiling over there. And, you know, only the oldest one, Alex, you know, as the older brother, you know, he was down. And all three of them said, You know, he's the better one of us. Why are we crying? Why are we weeping? Because, you know, We were so comfortable around him. He ain't going to call you no more. He's not going to get on the phone no more and call you. And he's not going to play with you. Yeah. Grandkids. Yeah. And, you know, we always lose something. We never get ready to go to the pain. Oh, for pain, we are never prepared for. And I want to tell all of you that from our family we know each other 30 years and we feel your pain. День Володя, это не простые слова. Слово сочувствия. Я знаю, что вы чувствуете. We know these are not just words that we feel your pain. И поэтому время плакать сегодня. And so today is a time for weeping. Но чуть-чуть, немножко. Только сегодня. Just today. Потому что у нас есть надежда. Because we have hope. Ужасные похороны когда хоронят неверующего человека. It's horrible when a person is being buried and he doesn't believe. И я был один раз так. And I've been there. Знаете, пошел снег. You know, the snow went. Девочку, которую хоронили. And the girl that was being buried. Она вся расплылась в краске от какого-то там трафарета. And you know, she all had this pain. Родители бросаются на гроб. Подруги бросаются на гроб. А я стою и думаю, плачьте, потому что вы прощаетесь навсегда. And I told her, you know, because the parents and all the people was all over her because her pain was coming off. And they were weeping. I said, weep because this is the last time you're going to see her. But we here have hope. And not too long ago I buried my brother. And if all my family was here, they would say he was also the best one out of us. And the devil also tormented him just like he did to Eugene. In the same way he suffered. And you know, 30 hours before his death. He had tubes in his throat and his neck. And so he couldn't speak and so I told him, I said, listen, I'm going to speak to you and just tell him yes or no. And I said, do you understand that you are dying? And he said, yes. And I said, do you understand that you have a church that loves you and there was a time you used to be a part of it? Do you want to be, come back and be a part of it? He said, yes. And in the morning I went to church and I said, my brother is dying. but he has a desire. I didn't expect how many tears of the love of his tears who accepted him as a brother. And I just seen so many tears so many tears that were flowing that received him back as a brother. And so the next day after that, eight in the morning he wasn't here anymore. He was the most talented of us. He was the most talented of us. for the Lord if he was not put on these wires. And he would have brought a lot more to the Lord if he wasn't tied up with these ropes. The brother задавал a question only before me. Why do you not die in his time? And the brother said in the beginning why do you need to die before your time? And my brother was the same as to this Lazarus when Jesus said he came from the grave with a pestle and imagine a person who was the pestle and see my brother was just like that man that was tied up Lazarus that came out the tomb and imagine a man that's tied up with these cloths all around him because your steps are very limited and you can't raise your hands you're and when Jesus said that's when he began to live and that's how it is right here how many people are tied up with these chains and these cloths of sin and they're suffering waiting for the day when deliverance will come I haven't seen him in a long time but according to all these testimonies I want to speak there is hope praise the Lord Psalm 101 says I said Lord don't take me in the middle of my days he wanted to live just because he wanted to live and you know that theologians say that this was written when the walls around the temple were built and so it's like this man David was saying that Lord don't take me in the middle of me building this at least take me after I have fulfilled after I've done something for you we all have an open horizon and it would be very good if we all understood that we have a big responsibility that's upon us and I believe we have a right to have zero and say God I don't want to die before I do what you want me to do and today there's a lot of youth especially that's also bound up bound up by the addictions and how beautiful would it be for us to speak according to what we know according to God's truth and say I don't want to die until I fulfill God's purpose in my life but sad to say we only start thinking about this after we turn 30 or 40 and our life is already going down and blessed are those people that realize and know this in the beginning today Eugene is preaching to you and he says guys it's time to wake up don't fall be afraid be afraid of sin run from sin and I remember a few years ago he just called me out of nowhere and then his brother called me out of nowhere you know I haven't changed my number in 25 years and what Alex was saying he said I love you and his he hasn't seen me in five years and you know at funerals usually they say words of comfort and first Thessalonians chapter 4 and then the apostle says then we 17 and then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air and thus shall we be with the Lord and verse 18 therefore comfort one another with these words I would want us to leave this place and think about one more if you if you want to make it to heaven to meet Eugene to meet a father to meet a friend you might not wait enough the apostle says comfort yourselves with these words that that's how we will be with the Lord always that is the words of comfort to be with the Lord the one that gave you Eugene the one that gave you your father the one that gave you your family and today the accent is only on Jesus and only he if it wasn't for him we would not be different from unbelievers at all the ones that have sorrow in their heart they lead their close ones to eternity glory be God that gives us this hope and one more time receive my words of peace and consolation from my family may the Lord keep you so friends time is running fast so we're gonna give the mic to his father you know I woke up in the morning and I heard a big scream from my wife she was yelling very loud and I realized something happened and I heard her yell Eugene Eugene and she said it couldn't be it's not true it couldn't be but this was reality and she was screaming and she was screaming I will give you anything everything to save but it was too late and you know what I'm gonna say and I wasn't screaming and I and I thought maybe I had no love for him no for some reason in my heart I had this hope it's like I had this hope in my heart deep inside the whole time he's with the Lord and I'm gonna tell you and I'm gonna tell you honestly I know a lot of songs I know a lot of different songs and they're not all bad songs and living this long I have heard him a song one of those songs about those songs come out of him he only sing about the love of God and about heaven and you know what else about the love for his mother and I said man he's your beloved son that's why it's like that and you know you know he everybody lived you know had their own families but he was the one that stayed with us lived with us and my mom would always say or his mom would always say Eugene can you go wash the dishes and he would say mom who leaves all these dishes up in here I wash it you wash it maybe maybe it's the dad at night maybe so he doesn't have to wash it he just sent it up and you know and I wasn't doing that either so where it came from we don't know and then he would take this mop and he would just start cleaning the house and when nobody was sleeping he would turn on his music about heaven about the love of God and you know what he said last he said dad I thought he was just a baby he said when I come to Christ and I'm going to come there for sure he would give me a white stone and there will be a name written on it and he would write a name for me he said dad do you believe this and he would open up where it says and behold you have a white stone he says dad this is for you and he would be happy like a child he believed that God would give him this white stone he never offended he never offended his mother he never offended his mother and he would say and it was hard for me to walk and about 2-3 in the morning when it's very hard for me I put him down from the bed and I yell and it doesn't matter what time it is and I say Eugene I start yelling Eugene nothing and I begin to yell Eugene and I hear him say what dad and I say can you come rub my legs and never and he never told me why aren't you letting me sleep he always came he would turn on the light and he would rub my feet and they were in much pain and the last recently it was the last time I had a lot of pain on my toes I had a lot of pain I said can you wipe my feet down and he took this rag and he went and he bowed before me and he starts wiping my toes and he begins to cry he says that he says I love you dad you're the best dad you're the best dad I have you know he kind of became like me I used to say stuff like this our mother she loves you but she doesn't say it all the time like this and sometimes I would just say you know maybe it's better if you say less than just go ahead and do some and and now who's going to be doing who's going to be doing all these things I don't know maybe instead of him now bow he's going to take his place and just like Eugene Val and he begins to do something praise be to God you know what else I'm going to tell you we did not come here as for a funeral we came here to guide or leave my son into heaven and if we cry it's not from sorrow even though yeah you have pain you have sadness maybe it's enough and now if anybody has a desire to say something you can come up front after somebody is almost done you can come up front this is my beloved brother we understood each other if somebody didn't understand him he would come to me he would understand me and I would understand him you know for our family for me personally he's like our angel and I know him personally and you know the Lord I'm believing and I'm hoping to get closer to but when I picture Eugene with the Lord it's kind of like even Christ becomes closer to me and it's like he's the first one that went to go be with the Lord the first one to go be with him it might be funny it might be funny but it's easier to say hey Eugene can you go ask the Lord to hear my prayers and you know in all these things that he would not he was not shy to speak you know I would like to as an example portray that he made an example of how we should be in the midst of all his struggles and anxieties that he had and you know for a mother who had 19 children and all the sufferings that she endured for us and the second one for her was Eugene and all the things he went through you know it's enough for all of us I mean so I'm going to try to speak Russian but I'm going to speak Russian out of all the things I'm going to miss about him is his laughter the biggest thing I'm going to remember about him is his laughter when we were he knows how to laugh he knows my wife laugh oh I'm done somebody come take over he knows my laugh he knows my laugh so there was a there was a bunch of guys we were all going to watch theaters there was a few people there you're good brother go ahead ну короче in the theaters we went to watch Venom and Женя was with Женя my entire life I've been calling you Женя Eugene is kind of yeah yeah so ну все время это он go ahead ну короче he asked hey man can you take me with you and I was all like yeah okay I'll pay for you и он попросил меня ты можешь меня взять с собой я говорю да поехали я заплатил и мы сидели там смотрели там много шуток было и мы все смеялись но throughout the theaters he laughed the loudest even I was even embarrassed I was like пожалуйста во всем во всем театре он самый громко смеялся that's that's the memory that I'm gonna have и это я просто запомню это о нем всегда his ability to play also he was able to play guitar и он на гитаре играл на аккордеоне и пиано и на пианине he знал как сильно играть he knew how to play да да он сильно и долго играл he was able to play the piano super loud 30 minutes straight 30 минут просто очень громко играл dad was talking with grandpa and dad walked out he's like уже хватит я хочу с дедушком разговаривать and you know dad was talking with grandpa he's playing so loud he said enough I wanna play I wanna talk with you know grandpa когда коля пришел when коля came here he was talking about at work eugene was only talking about god and that's relatable and you know коля is talking about говорю когда на работе они только о боге говорили папа попросил dad asked me пойди помочь мне на работу и он сделал Артур и я и Женю out of those 30 minutes out of those 6 hours сколько мы там работали how long we worked there I'm not lying to you he only been talking about god и мы поехали там были какую-то работу делали шесть часов мы там все были и все это время он только о боге говорил и I'm like ok уже хватит я хочу other stuff разговаривать машине and I'm thinking maybe that's enough maybe I wanna talk about work or cars or whatever so he goes alone working and talks to himself and he talks to himself and there's a story mom read to me it's familiar and story my mom so it's about there was a guy he drank a lot oh man he loved god a lot ok 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 no this guy this man loved the lord a lot and the devil came and said he doesn't love you and God said no he does love you watch I'm gonna prove it to you and the devil said I'm gonna show you how he doesn't love you he went and took his house and took his kids he took everything and then his wife even said on top of all that just curse God and he did not curse God you know the devil but he didn't curse no one never cursed God and he would always run to God you know when the devil would just throw rocks or whatever he would always just keep going two days before two days before he died he was praying and he was crying out to God and he and sister had to get up and tell him hey can you be a little more quiet we want to sleep yeah so for memory we all have the photos we're we're gonna we're gonna play play it after everyone has a chance to say something so appreciate you guys I want to thank you all I thank everybody who came here tonight you might think you came to a funeral but it's not the funeral you guys came to you guys came to witness the glory of God the power of God you came to witness what the devil is trying to do to each one of us I know Gene I know how much he loved God I know how much he suffered and how much every day he would put every effort to love God and to preach when I would call him I would call mom Vlad picked up the phone Vlad my brother Gina was in the background who are you talking to he's asked Victor and I have a son Gabriel that has medical condition that he cannot walk every time I would call he would ask who that and then he would hear my name and he would say Vick Vick every time when I call he heard that I call he said hey Victor the Lord is going to heal him he will walk just believe and to tell you the truth it wasn't easy but he believed and maybe a lot of you here can say maybe you guys are just saying good things about him because he's your brother and he died and you love him but he really did love God and you know what Jesus said what's inside of you that's what's going to be outside he always had the Lord on his lips and he always you know strived to see the Lord and he would read the Bible and I don't know why maybe he's suffering and then he would come pray and then he would go and just preach the Lord to us I don't know only the Lord knows of Jesus and I believe when the Lord when he was suffering on the cross on the cross of Galgofa he was doing it for Eugene even though you can say he was suffering in life he was through things but we say he was a good man we say he loved us and maybe we say these don't save that's true or these don't save us but what saves is our confession that Jesus Christ is God and he confessed that every day and when Volodya called me seven in the morning I was in the kitchen and my wife was getting ready for work and brother said Eugene died and I thought to myself am I going to glorify the Lord or am I going to get angry at God Lord I said Lord why is he the one that was calling out to you and you know I fell on my knees and I stand before you and I rejoicing and I say Lord heal them I say he is saved even if I'm crying even if I'm sad or if I'm glorifying the Lord I thought I'm going to be here walking here discouraged depressed I don't know the Lord was filling me at home with the Holy Spirit and I'm still amazed of the mercies of God and I'm amazed of God and I'm amazed how important how precious the Lord is that you do not doubt him and you must always proclaim that Jesus Christ is God and so I'm rejoicing and I'm praising and I proclaim that my brother Eugene is standing before the Lord and that the Lord looks at him from the side and he always wanted a horse he said God's going to give me a horse just goofing off he's just so happy to be there and the Lord looks at him and he smiles and he smiles and I'm rejoicing we didn't come here to this funeral we came here every mother that has suffered every family whoever it might be if you believe in the power of Jesus Christ if you believe and you proclaim that the blood of Jesus was shed for every one of us then let's not doubt when when we think that nobody can come and nobody can come to and that moment we know that our Lord believe in the Lord Jesus Christ believe in the blood of Jesus Christ and you will be saved amen for those who may not know me Virginia was my uncle and Eugene one of my favorites my dad Paul's brother and my grandparent's house was just a haven for all my cousins and I every spring break every winter break weekends holidays Thanksgiving Christmas our cousins would visit our grandparents it was a place of happiness joy fun games sometimes chaos sometimes injuries but most importantly it was a place of family all my cousins together together and Jena 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 is what made our grandparent's house a home he saw all of us grow always told us how proud he was of us every single time we tell us what's happening in our lives he did good job I'm proud of you keep going and it's sad to think about that Jena won't be on his side but I know he's looking down from heaven watching us and everyone knows that he was a kind soul I wasn't planning on sharing anything after yesterday a friend came up to me and then he started sharing Bible verses to me and out of nowhere he's not the typical man to do this but these verses stuck to me and they gave me comfort and I'd like to read it from my phone real quick the first one is John chapter 3 verse 2 and 3 it says dear friends now we are children of God and what we will be has not yet been made known we know that when Christ appears we shall be like him we shall see him as he is all who have this hope in him purify themselves just as he is pure hallelujah hallelujah возлюбленные мы теперь дети божьи но еще не открылось что будет знаем только что когда откроется будем подобно ему потому что увидим его как он есть и всякий имеющийся надежду на него очищает себя так как он чист amen еще стих колоссиан 1.22 но now he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight without blemish and free from accusation I believe God put these verses on me in order for my comfort and for me to share comfort for others and how through Jesus' death we are unified through Jesus and we are not as holy as Jesus and we are not as righteous but through Jesus God sees us through Jesus and sees us as holy as pure and as righteous we don't deserve it but God still sees us as it is even though we are sinful we don't deserve it but God sees us as our perfect embodiment that will live in heaven for eternity and with these verses I believe that God all this time has been looking at Genia through his perfect embodiment of how he will be in heaven God 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 has seen his soul righteousness his kindness and I remember all the times he's been kind you know saying grandma won't mind if you eat these pieces of chocolates just take what you need take what you want and I just like to thank God tonight that Genia is peacefully resting in heaven as happy as ever with God and one last thought Mark said it's one thing right before it started today which I believe is so true that Genia was always the first one to greet us at grandma's and now he'll be the first one to greet us at heaven's gates praise God my name is Arthur I just want to say a few quick words all the stuff that everyone told about him of how he loved God I am another witness every time I would need help with anything he would always be there this one time I came to grandpa's with a trailer filled with wood I asked grandpa if anyone is home to help me and he told me go get Genia he said yeah no problem let's go and he would always tell me he's like Arthur I'm so happy you are clean please keep it that way please keep it that way take me as an example and try for these problems please keep please try to keep yourself clean and stick to God when he helped finish me when when he finished helping me he started to leave and said man I love you every time I would come over he would always be reading the bible in the kitchen or in his room and he would always randomly just be walking by and tell me like a random bible verse just to tell me when the day he died I was talking to my manager on the phone about work and Vova kept calling me and in my head I'm like man this is going to be a long conversation and it was around like 7 740 in the morning when I finished talking to my manager I picked up the phone because he kept spam calling me and when I answered and he told me the news I was just shocked like I didn't know what to feel but I knew that it was God's timing and I just knew it was God's time and all right it's probably probably I'm I thought it was probably the last guy if you can play the video appreciate it and God's he is Yes I finally came to work I I go Поехали! Субтитры делал DimaTorzok 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 С Рождеством тебя! Спасибо, Солон! Вау, как классно сделано! А вон наверху я елки сажал! Ну, поменяем ничего! Ну, это, может быть, оставим, как память на Женьке! О, Лена приехала! О, Лена приехала! Как дела, Лена? Хай! Хай! Векранчик, Вопчик, Крозиньки, Бацанёка! Наталья, Пальцик, Крозиньки, Бацанёка! Привет! С Рождеством, Анжела! Помахай! С Рождеством! Да! С Рождеством! С Рождеством, ты знаешь? Да! С Рождеством, ты знаешь? Да, просто для того! Для помидор, ты знаешь? А вот сейчас на улице Мы будем Посмотрим, кто там 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 Павлик, Валек Павлик Валек, Димкович Пацаны А вот и не я, короче Вовка Вовка, смотри Это я и Вовка Это я, пап Нет, просто снимают на память Здорово Привет, это папа у нас Вот мне понравится Я всегда так буду Иди, снимай, папки зарабатывай Хоть мамаш Придел Вот, брат, вовка Вот, Анжела Какого хочешь? Чего и так получится? Наверное, получится Совсем получится Будем Посмотрим Получread Магия Получится Магия Получится Магия Получится Поч quay Продолжение следует... 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 может быть ты сильно важная персона может быть у тебя слишком большой занятый скеду как ты думаешь, что тебе Женя пытается сказать сегодня может быть ты не замечаешь тех которым нужно просто сказать, я люблю тебя может быть что тебя держит, чтобы сказать, я люблю тебя может быть у тебя еще есть кто-то, с кем ты не успел помириться знаешь, что тебе Женя сказал бы сегодня остань все помирись потому что не успеешь не успеешь пожалеешь разницы нету какой ценой разницы нету, как больно тебе сделали приди, скажи, я люблю тебя займи тех, которые рядом с тобою может быть ты кому-то сделал больно может быть ты еще не примирился с Иисусом Христом может быть ты еще думаешь, это сделаю завтра, послезавтра знаешь, что бы тебе сегодня Женя сказал опоздаешь оставь все сделай это сегодня поспеши сегодня ты придешь в небо ты никогда об этом не думаешь но ты пройдешь через это место но ты пройдешь через это место ты пройдешь через это место единственное, что ты можешь взять с собой это то, что Бог тебе повелел сделать и ты сделаешь и ты сделаешь мы сейчас будем молиться мы помолимся еще раз мы будем молиться о родственниках чтобы Бог утешил, укрепил их сердца благословил их сердца и после молитвы мы сделаем с этой стороны каждый пройдет и будет иметь возможность проститься с братом Жени давайте мы встанем на ноги знаете, что бы я хотел вас попросить you know what I want to ask you Женя любил молиться громко Аллилуйя Eugene used to like to pray loud можешь ли ты сегодня помолиться громко can you pray loud today что держит тебя, чтобы не помолиться what's holding you back from praying начни молиться громко begin to pray loud помолись сегодня громко давайте помолимся давайте помолимся дорогой наш Бог Аллилуйя Аллилуйя Мы так благодарны тебе Мы тебя имеем Мы тебя имеем Мы иметь эту надежду Аллилуйя Мы имеем твою кровь Мы имеем твою силу твоё полосание мы имеем твою силу мы имеем твою святой дух Аллилуйя щепота щепота I pray for every soul in this building God that is not right with you Lord that you would knock on their heart and that you would bring them back home that you would bring them back to your heart in the name of Jesus in the name of Jesus God I pray the fire of God I pray the fire of God upon this place upon your people Lord stir up our hearts God revive our hearts God it will not be successful in the name of Jesus in the name of Jesus you are God in the name of Jesus God and when you are present and we believe you Father we know your word Lord we know that there was people that surrounded you they didn't understand you but they ask you a question if only you knew who surrounds you if only you knew who's touching you and they would ask you questions why are you going to this house if you knew who they are but you always told them I came for the lost sheep of the house of Israel and Father we thank you you found us Jesus and you weren't ashamed God and you're not ashamed of us God because you are our God we love you Father God Lord Jesus the people here that need repentance the ones that are gone to and repenting I know you're not walking by them Father the ones that have lost their way those that thought life is so important those that thought that maybe there is something else more important than you today you're telling us the most important thing in your life is that I would be in your presence in the name of Jesus the power of your spirit and victory and comfort may be upon this house may be upon everyone God in the name of Jesus we pray for brother Vladimir God Holy Spirit strengthen them comfort them bless every brother and sister Father this is a heavy loss but it's not a loss because we have you and we thank you for this God our Lord our Lord our Lord our Lord our Lord our Lord Amen 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 Давайте мы теперь начиная с этого с этого ряда beginning from the left we will go and we'll go that way and may God bless you завтра в час дня я думаю адрес барьер service will be tomorrow at 1pm at the riverview cemetery riverview cemetery just google that it's in portland oregon by taylor's ferry road once again the service will be tomorrow 1pm the service will be tomorrow the service will be tomorrow Продолжение следует...